Музыка Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Степову. Мы приехали посмотреть одно гидротехническое сооружение, которое совсем не характерно для Москвы. Я могу ошибаться, но, скорее всего, такое гидротехническое сооружение в Москве вообще единственное. Это ДШС, или дренажно-штольневая система. Первое, что нас встречает, это необычный вход, залаз, заброс в эту ДШС. Мы видим спуск вниз на большую глубину, превышающую 10 метров. Первое, в чем нужно соблюдать осторожность, спускаясь сюда, это проверять скобы на прочность. Дело в том, что эта система, дренажно-штольневая система, была построена, если я не ошибаюсь, в середине или во второй половине 30-х годов 20-го века. Собственно, одновременно с тем гидротехническим сооружением для отвода грунтовых вод, от которого она и предназначена. И, судя по всему, все скобы, вся инфраструктура, все, что там мы увидим внизу, все, оно родное еще с тех самых 30-х годов 20-го века. Сейчас мне будет кайф за штативом везде. Поэтому спускаться придется небыстро, проверяя на прочность скобы, на которой я наступаю. На внешний вид они выглядят хорошо. Итак, я внизу. Тут, как всегда, дно этой шахты все замусорено. Старая резина, палки. Я отправляюсь внутрь. И вот мы уже находимся внизу. Перед нами открывается длинная штольня, шириной порядка сантиметров, наверное, 80 и высота порядка метр шестьдесят. Дренажно-штольневые системы строят у берегов рек, там, где есть крутой берег, для отвода грунтовых вод, для предотвращения оползней. В Москве, как я уже сказал, это, скорее всего, единственное такое сооружение. А вообще, дренажно-штольневые системы, точнее, ДШС, они распространены в городах, которые стоят на больших судоходных реках, таких как Нижний Новгород, бывший Горький, Киев. И, как правило, строятся они из бетонных блоков небольшой высоты. Эта штольня, она не имеет каких-либо подключек стоков ливневой канализации. То есть, то, что мы здесь видим на полу, это исключительно грунтовые воды. А в стенах присутствуют вот такие вот дырки, из которых и сочится грунтовая вода. Сейчас это не видно, сейчас сухая погода, но когда почва достаточно сильно в дожде увлажнена, то как раз вот через эти отверстия сочится вода. На рубеже 19-20 века дренажно-штольневые системы уже строились. И тогда, как раз в тот период, для строительства ДШС применялись деревянные конструкции. Подобные ДШС можно встретить как раз в Горьком, Нижнем Новгороде. А вот здесь хорошо видно, как из этих дренажных отверстий, в бетонных блоках, течет грунтовая вода. А впереди, где у меня напарник расположился для фотосъемки, остатки рабочей тележки. Для дренажно-штольневых систем характерно то, что часто намываются такие вот наросты из грунта. А вот, собственно, и сами остатки этой тележки рабочих, которые, видимо, здесь когда-то делали ремонт. Мы подошли к камере, где уходит шахта вверх. Люк вывозной там сейчас закрыт металлическим листом. Такие же уже привычные нам скобы. А сама штольня уходит дальше, вглубь. И на стенах красуются глиняные наросты. Обычно дренажно-штольневые системы строятся многоуровневыми. Это не касается этой системы. Но данная ДШС имеет перепады. Которая в данном случае выглядит вот так вот. И также имеет с этой камеры видится высот наверх. Причем глубина здесь, похоже, превышает 10 метров. И так я спустился по перепаду. Мы дошли до большой смены высот, смены глубины заложения этой штольни. И впереди еще один перепад. И очередная камера. Я прошел еще один перепад. И отправляюсь вперед. В этой части штольни уже более высокая влажность. С потолка тут прорастают такие вот корни замечательных растений. У меня задача по максимуму пройти эту штольню. Если мне повезет, сейчас я ее пройду до конца. Мы здесь видим поворот. Поворачивается она в сторону луку реки. И тянется еще дальше. Тут небольшая глубина заложения. Я продолжаю свой путь. Дело в том, что мы крайне ограничены во времени. Вот здесь, похоже, место пересечения с какими-то коммуникациями. И волозной уже колодец. Луку реки. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите «Сталк» на уникальный высотный склад завод DimaTorzok и не забывайте подписываться на наш канал!